С огромной радостью хочу пригласить сюда на эту сцену Олега Калиничева, директора компании Пол Экман Интернешнл. Олег, ждем вас. Прием, прием. Очень смешной микрофон, мне напоминает, как будто бы я вертолетчик на боевом вылете. Я эксперт по эмоциональному интеллекту, я должен сказать, что очень сильно нервничаю сейчас. И это абсолютно нормально. Если бы сейчас был бы тонометр, он бы показал, что у меня повышенное давление, что у меня пульс под 100, у меня такие потненькие ладошки, так противненько. И я очень чувствую много энергии в ногах. Что происходит со мной? Мой организм, мой мозг распознает угрозу. Публичное выступление, если вы не знаете, это страх номер один у большинства людей по всему миру. Соответственно, мой мозг говорит мне, дорогой товарищ, у тебя сейчас выступать перед огромной аудиторией. У тебя не было опыта выступления перед таким большим залом. Хотя половина на обеде, это немножко помогает, но не сильно на самом деле. Это страшно. Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь? Спрашивает меня мой организм. Так как я не могу ему ответить, он говорит мне, «Слушай, ну вот я миллионы лет в ситуации стресса помогал тебе делать ноги, помогал тебе убегать, спасаться либо сражаться». Такие наши базовые реакции. Поэтому, пожалуй, что я сделаю? Я всю кровь перекачаю из мелких и ненужных мышц, как ладони, например, в мышцы большие и важные, ноги, для того, чтобы тебе легче было убегать. А еще я отключу систему пищеварения, потому что она тебе сейчас не нужна, по большому счету. В стрессе тебе переваривать нечего. Тут главное, чтобы тебя не переварили. И поэтому у меня немножечко пересохло во рту. Я, с вашего позволения, к бутылочке подойду с водой. И это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальные процессы, которые нам позволяют выживать на самом деле. Я очень рад, что именно эти участники были передо мной. Я спрашивал у организаторов, может быть, они могут мне дать какие-нибудь тезисы, чтобы я мог ориентироваться на то, что скажут участники до меня, а не противоречить. Тезисов у меня не было, но так часто бывает, что все совпало очень хорошо. И поэтому то, о чем буду говорить я сегодня с вами, в эти 27 минут, которые у меня остались, оно будет очень сильно перекликаться. Но прежде чем я начну свою историю об эмоциях, у нас история будет сегодня об эмоциях. Немножечко такая пикантная тема. Для многих мы очень часто не пускаем себя в категорию эмоций. Помогите мне понять, а вот люди, присутствующие здесь сейчас в зале, кто считает себя эмоциональным человеком? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто считает себя рациональным человеком? А кто считает себя и эмоциональным, и рациональным одновременно? Совсем мало. Ладно, сейчас мы немножечко проверим, как вы делаете выводы и как вы относитесь к своим эмоциям. У меня для вас есть хорошая новость. Предположим, я каждому из вас должен по 900 тысяч рублей. 900 тысяч рублей. Очень приятная такая сумма, прибавка к пенсии или на пиво. Но для того, чтобы забрать эти деньги, я вам предлагаю потянуть спичку. Одна спичка из трех, короткая, поломанная. Если вы вытянете ее, вы не получите ничего. Ноль рублей, ноль копеек. Если вы вытянете длинную, вы получите все 900 тысяч рублей. Но я вам предлагаю не тянуть спичек, не участвовать в лотерее, а просто забрать 600 тысяч рублей. Вот прямо сейчас на бочку 600 тысяч рублей и никакой лотереи. Поднимите, пожалуйста, руки, кто согласится тянуть спичку. А сколько спичек? Три спички, две целые, одна поломанная. Два человека. Кто возьмет деньги сразу? Все. Окей. Вторая задача. Случилось несчастье. Обстоятельства непреодолимой силы. Вы должны мне 900 тысяч рублей. Ну и ничего нельзя изменить, извините. Но есть небольшая развилочка, небольшой лайфхак. Вы можете потянуть спичку. Если вы вытянете короткую спичку, вы мне не заплатите ничего. Если вы вытянете длинную спичку, вы заплатите 900 тысяч рублей. Но вы можете просто заплатить мне 600 тысяч рублей и не играться. Кто согласится тянуть спичку при таком раскладе? Практически все. Интересно. Ведь с точки зрения математики две абсолютно идентичные задачи. Как вы думаете, в чем разница? Почему? Почему такой разный выбор? Звучат слова из серии риск, страх, боязнь потерять, кто кому должен. И это все круто. Это правда, так оно и есть. На это ваше решение повлияли эмоции. Причем я мог бы изменить немножечко условия задачи и сказать не 600 тысяч, что является ровно двумя третьими, а сказать, например, 550 тысяч. И вы бы все равно сделали бы тот же самый выбор и с точки зрения обычной математической логики вы бы проиграли. Потому что вероятность две трети от 900 тысяч — это 600, а я вам предлагаю всего 550. Вы в проигрыше. И вот этим фактором, что эмоции очень сильно влияют на решения, которые мы принимаем, очень активно пользуются, например, страховые компании — это их бизнес. У меня было несколько проектов, когда мы анализировали эффективность расходов на страховые взносы. Компании любят делать полная каска. Вот у меня есть автопарк, неважно, 20 автомобилей, 100 автомобилей. Я куплю каска на все и не буду себе голову морочить больше, думая о том, что там в аварию попадет, разобьется, не разобьется. Это полная ерунда. Я ни разу не видел, чтобы окупались взносы, которые делает компания по сравнению с теми платежами каска, которые они оплачивают. Для одного человека, например, потерять, разбить полностью автомобиль, не знаю, 2 миллиона рублей, для отдельной семьи это может быть очень большая потеря. И поэтому люди готовы платить эту маржу эмоциональную для того, чтобы полностью подстраховать свои риски. Для больших компаний, как правило, это всегда не обосновано, потому что даже потеря 2 миллионов рублей для большой компании и с большим автопарком — это копейки. Но тем не менее эмоции влияют, и эмоции управляют нашими решениями. И эмоции — это информация. Сейчас я дал вам немножечко почувствовать, как эмоции влияют на вас непосредственно на ваши решения, но также вы, используя определенные навыки, можете понимать, что думает или что чувствует другой человек. Две фотографии. Какая из этих улыбок настоящая, какая фальшивая? Кто считает… Давайте так. Настоящая улыбка слева. Поднимите руки. Настоящая улыбка справа. Поднимите руки. Примерно поровну. А вот так можете сказать? Практически нет. А вот так. Здесь вы четко видите, что настоящая улыбка, она не ртом делается, она делается глазами. Мы все это интуитивно, подсознательно понимаем, но, к сожалению, очень редко используем в своей реальной жизни. Эмоции — это данные. Я хочу, чтобы вы вынесли для себя несколько моментов. Это один из них. Эмоции — это данные. Эти данные о нас, про наше окружение, про наше взаимодействие. И, по сути, мы живем в мире бигдата. Сегодня, по-моему, еще не звучало этой фразы. Мы живем в мире бигдата эмоций, которые нас заполняют, окружают, но мы, к сожалению, очень редко умеем ими нормально пользоваться. Первый, кто задался вопросом, что такое эмоция, откуда она взялась, это был Чарльз Дарвин. Мы знаем его как отца теории эволюции, но он также проделал огромную работу по изучению эмоций и сформулировал, что эмоции являются наследственным признаком, эволюционным признаком, который позволил нам садаптироваться и выжить в конкурентной среде. Спустя почти 130 лет другой авторитетный человек, Даниил Голман, наверняка его слышали, он написал свою знаменитую книгу, которая называется «Эмоциональный интеллект», где, по сути, он современным бизнес-языком сформулировал то, что сделал Дарвин больше ста лет назад. Он сказал, что эмоции есть, они важны, эмоциям в бизнесе быть, и книга стала бестселлером, это стало новой Библией для многих лидеров. У эмоций есть несколько функций. Одна из них защитная, которую я описал на примере своего выхождения на сцену. Дарвин экспериментировал, он подходил, прижимался лицом к стеклу, за которым сидела змея, и в тот момент, когда она атаковала его, он пытался сознательно подавить и не отдернуть голову, у него не получалось, потому что эмоции запрограммированы спасать нам жизнь, хотим мы этого или нет. И вторая функция социальная. Радислав говорил про то, что мы победили благодаря немотивированной агрессии, но маленькая собачка, может быть, хоть сколько угодно немотивированная, агрессивная, она ничего не может сделать. Для того, чтобы победить, нужно что-то большее. И вы видите два черепа. Маленький череп — это наш сами череп, это череп кроманьонца, нашего предка. Большой череп — это череп неандертальца, та параллельная ветвь человечества, которую мы изжили. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы, по сути, закидали их шапками. Мы, как вид, умели объединяться в группы, и мы были более социально ориентированы, мы лучше взаимодействовали друг с другом, и это нам позволяло быть конкурентными в этой среде. Неандертальцы были более сильные, более умные, но, к сожалению, менее общительные. Они жили маленькими семьями, и одна из теорий гласит именно, что именно это явилось ключевым моментом. Очень важное определение, которое дает основатель нашей компании Пол Экман, которого, кстати, вы можете знать, хотя сами об этом не знаете, по сериалу «Обмани меня», где он выступает в роли Кэлла Лайтмана, который дознается про правду-неправду по мимике бровей. Но это всего лишь одна из его работ. На самом деле он очень много делал про исследования про эмоции, и дал такое определение в интервью с тем самым Голлманом, про которого я говорил, что эмоции — это некий механизм, который помогает нам справляться с ситуациями важными для нашего благополучия, без того, чтобы мы об этом думали. Два важных слова я немножечко побольше про них проговорю. Ну, про не думая понятно, да? То есть если я вижу в траве что-то похожее на змею, я сначала отпрыгиваю и потом думаю, что это змея, а не поливной шланг на самом деле лежит. Потому что если я буду долго думать, меня съедят, укусят, ну и всякое плохое и нехорошее случится. А вот к важности мы вернемся немножко попозже. Другой ученый, нейрофизиолог Антонио Адамасио вообще доказал, что мы без эмоций в принципе не можем решений принимать. Не то, что мы рациональные, эмоциональные, а мы просто не можем принять решений без эмоций. Он это доказал. У него были пациенты, которые ввиду определенных нарушений в мозге утрачивали способность, утрачивали связь между рациональным мозгом и эмоциональным. И люди не могли принять никаких решений. То есть он заходил в ресторан, и он мог полчаса выбирать, на какую табуретку ему сесть, за какой стол присесть. Потому что тут далеко от официанта, тут окна нету, тут наоборот возле кухни неприятные запахи. То есть ему без эмоциональной помощи эмоций приходилось рационально анализировать огромные потоки информации, он оказался не способен это сделать. То есть эмоции, они не просто в нас есть, они нами управляют. И, кстати говоря, нобелевский лауреат Дэниэл Каннемон, он, в общем-то, получил Нобелевскую премию за то, что доказал, что мы в целом, мы существа нерациональные, что мы не выносим логических решений, мы скорее эмоциональны во многих случаях. И задача, собственно, эмоционального интеллекта, это не просто про эмоции, это как раз объединить эти два способа нашего функционирования. Что, заканчиваю блок про эмоции, что важно про них еще помнить? Эмоции могут быть очень-очень заразны, потому что мы эмоции считываем с окружающих людей, и у нас есть потребность в эмоциях, наш организм заточен воспринимать эмоции. СМСки, когда пишете, есть ли кто-то, кто не пользуется смайликами вообще никогда? Нету. Одна знакомая сказала про своего молодого человека, он мне СМСку шлет, даже ни разу смайлика не ставит, сухарь. То есть у нас такая потребность делиться эмоциями, у нас заточен организм под это, что мы их очень легко считываем, легко воспринимаем. И заходит человек в плохом настроении в офис, и как чума, как зараза распространяется вот это настроение, даже если он ничего не говорит, а просто тихонечко в уголке в своем сидит. И наоборот, вдохновляющий лидер, который вбегает полной энергией, глаза горят, делаем то, делаем это, делаем пятое, делаем десятое, и сразу вся компания заражается вот этим позитивом. Итак, что, исходя из этого, я немножко осветил вам лица, чтобы вы проснулись, что мы будем с этим делать? Вот эти вот точки, которые вы видите на экране, каждая точечка означает тысячу лет человеческой истории, одну тысячу лет человеческой истории. Мы с вами находимся где-то вот здесь, ну, которую тоже можно распаковать. А вот это вот все, это, по сути, тут их почти две тысячи точек, это момент, с которого люди начали производить, ну, какие-то орудия. Естественно, мы как вид, как гоминиды, мы гораздо дольше существуем, но это просто не поместится для того, чтобы все вставлять на один слайд. И синенький кружочек, это мы придумали письменность, это очень большой был сдвиг в эволюции человека. Оранжевый кружочек, это сколько мы существуем как homo sapiens, а сиреневый кружочек, это сколько мы сосуществуем с неандертальцами, и это примерно оценивают, когда появилась человеческая речь. Вот такие большие изменения, которые происходили в истории человечества. Но на нашей памяти изменения не меньше, а то и больше. Их два, вот я так себе могу сказать. Первый — это развал СССР, когда из плановой экономики мы сразу ринулись в бизнес и оказались большинство неприспособленные. Кто лучше всех приспособился, кто лучше всех садаптировался для новых условий? Бандиты и бизнесмены, ну так, если очень упростить. Это люди, которые обладали смелостью, стрессоустойчивостью и имели возможность находить способы договариваться во взаимодействии с другими людьми. Сейчас изменения, которые происходят, они гораздо больше, они гораздо серьезнее, чем то, что произошло в 80-е и 90-е годы. Огромное количество новых фишек, которые фундаментально меняют нашу окружающую действительность, и наш мозг просто не поспевает за ними. Но у нашего мозга есть крутая штука, называется нейропластичность. Он может изменяться. И это очень здорово, это нам помогает. Это наш инструмент выживания, эволюционный. Экспертная группа Мирового экономического форума, она проанализировав все эти глобальные тренды, она сказала, это было в прошлом году в Давосе, что к 2020 году вот эти 10 навыков будут наиболее востребованными, самыми важными. Я их зачту, половина из них относится, по сути, к нашему когнитивному пространству, к нашему мышлению. Это критическое мышление, решение проблем, креативность, когнитивная гибкость. А другая часть относится к эмоциональному интеллекту в том или ином виде. Это эмоциональный интеллект в чистом виде, он на шестом месте, взаимодействие с другими людьми, руководство, сервис, способность договариваться. То есть на уровне этих трендов прослеживается критическая важность объединения двух ресурсов наших мозговых. Мы живем в мире неопределенности, тотальной неопределенности. Аббревиатура ВУКа кто-то слышал? Слышали? Ну, не все. Это, если вкратце, то это аббревиатура, которая говорит о том, что мы живем в мире, который нестабилен, непредсказуем, неоднозначен и очень сложен. Ну вот, по сути, вчера вы являетесь уважаемым членом общества. Вы таксист, например, у вас красивая Волга, шляпа с кокардой, фуражка с кокардой, вы знаете самые лучшие маршруты по городу, вы кормите себя и свою семью этой профессии, почетной и уважаемой. А потом завтра раз, появляется Яндекс.Навигатор, потом Uber, и все, в один момент. Один момент. То есть эта профессия пропала как класс буквально за год, а то и меньше. Что любой иногородний приезжает, имеет свою машинку, устанавливает на свой телефончик приложение, и он делает работу вашу лучше, чем вы, фактически, потому что он еще и молодой вдобавок. Он может много впахивать. Что делать, когда постоянно все меняется? Надо постоянно обновлять свой вид деятельности, но это непросто, потому что обновление вида деятельности — это обновление наших мыслительных и поведенческих привычек. И роль лидера в этих обстоятельствах очень сильно меняется. И бирюзовые организации, и agile это очень сильно демонстрируют, что новое поколение, которое приходит на смену XAM, это более старшему поколению, те, которые родились до 1984 года, у них уже меньше ценности в зарабатывании денег. У них больше ценности в создании чего-то, в создании некоего нового продукта. Они хотят менять мир, причем в лучшую сторону. И роль лидера в такой ситуации, она, конечно, принципиально другая. То есть ему не нужно быть таким рыцарем на коне, который скачет и рубает головы врагам. Он должен быть таким… Я в одной статье прочел, мне очень понравилась эта метафора. Быть таким садовником, который должен создавать правильные гармоничные условия для того, чтобы эти люди талантливые могли самореализовываться. И это очень хорошо видно и в презентации, которую Сергей делал, что весь новый тренд идет туда, бирюзовая организация и гибкость. Поговорили про эмоции, проговорили про современные реалии жизни. Что же дальше? Что нам со всей этой историей делать? Давайте разберем несколько кейсов из моих… Это кейсы моих клиентов, каким образом им эмоции помогли справляться с теми или иными бизнес-ситуациями. Вопрос к вам, вопрос на размышление. Какую из семи базовых эмоций вы испытываете чаще всего? У кого это гнев? Поднимите руки. У кого это страх? Нет. У кого это радость? Отлично. Я очень надеялся, что будет именно такой ответ. У каждой эмоции есть свои цели и задачи. Они в нашем организме есть не просто так. То есть если они на протяжении всех этих нескольких тысяч точек, тысяч лет в нас есть, в нас закрепились, то это каким-то образом важно для нас, для нашего благополучия. Если обратите внимание и попробуйте разделить, какие из этих эмоций позитивные и какие негативные, сколько их пропорциональное соотношение. Условно хороших, условно плохих эмоций. С грехом пополам радость называется, хорошая эмоция, удивление немножечко. Все остальное мы воспринимаем как плохая эмоция. А почему? А все просто. Природа эмоции разрабатывала как продукт для того, чтобы сохранять нам жизнь. Когда у вас в жизни все хорошо, когда вы лежите под пальмой, кушаете банан, вам чего? Чего о вас беспокоиться? Не-не-не, вам не нужны никакие инструменты, у вас так все хорошо. Поэтому природа нас заточила справляться из серии с выступлениями на сцене. Теперь немножко про кейсы. Я их сформулировал в трех таких направлениях. Информация про себя, информация про других людей, информация про наше взаимодействие. Я их структурировал именно таким образом. Кейс номер один. Тут не видно, там написано слово опоздун. Я не смог подобрать существительного нормального на человека, который постоянно опаздывает. Опозданец тоже не очень хороший. Мой клиент мне говорит, слушай, у меня есть руководитель направления, очень крутой парень, очень талантливый, но сволочь опаздывает все время. Он невозможно бесит меня, он все время опаздывает, он ни разу не может вовремя прийти. Я специально для него приказом, распоряжением, сместил рабочий день, начало с 9 на 10. Так он и к 10 вовремя не приходит, меня бесит безумно. Я говорю, хорошо, а что именно тебя бесит? Он говорит, ну как что, что он не приходит вовремя. Я говорю, спрошу по-другому. В том, что он не приходит вовремя, что тебя раздражает? Он так, ну я не понимаю твоего вопроса, ты, наверное, меня не понимаешь. Я говорю, нет, я тебя очень хорошо понимаю, мне кажется, что ты сам себя не понимаешь. Он так, ну есть правила, он должен их соблюдать. Я говорю, окей, в каком смысле несоблюдение правил тебя раздражает? Ну продолжаю его раздражать своими вопросами непонятными. Он говорит, ну слушай, в конце концов он просто меня не уважает. Если я ему говорю приходить вовремя, а он этого не делает, он просто меня не уважает. Я говорю, окей, то есть хорошо. А как сотрудник он хороший? Он очень хороший. Он задерживается по ночам, все отчеты в лучшем виде делает. Крутой чувак. Я говорю, окей, то есть ты присвоил эквивалентность опоздания и что человек тебя не уважает. Он так, ну, наверное, где-то так. Какие есть еще другие доказательства? Это мой любимый вопрос. Какие есть, как консультант в данном случае, какие есть проверяемые доказательства, что проблема заключается именно в этом? Обычно ты приходишь к клиенту и говоришь, вот у меня проблема там такая-то, такая-то, такая-то. Я говорю, хорошо, какие есть проверяемые доказательства, что именно это является твоей проблемой? И начинаем разбирать. Когда вы… Хочу, чтобы вы с собой какие-то полезности унесли. Задавайте себе вопросы. Что является настоящей причиной эмоции? Для этого человека настоящая причина эмоции — это не опоздание. А настоящая причина эмоции — это ощущение, что его не уважают. Это две принципиально разные вещи. Почему это важно для меня? Эмоция, которую я испытываю, она помогает мне в данный момент времени или мешает мне? Потому что я могу, например, разозлиться на своих родных и близких, наорать. Это будет очень плохо, неконструктивно. Но я могу встать, например, на весы, увидеть там дополнительные 10 килограмм и очень сильно разозлиться на себя. Но это будет позитивный, позитивное направление, это будет позитивный гнев. Или сравнивая показатели моей конкурентов, увидеть, что мы отстаем или идем вне бюджета, тоже могу очень сильно разозлиться, и это мне очень сильно может помочь. Следующий пример. Как получать дополнительную информацию про других? Один наш выпускник, он занимается продажами программного обеспечения, рассказывает пример. Говорит, прихожу к потенциальному клиенту, очень долго с ним встречу назначали, трижды она переносилась, наконец-то встретились. Я рассказываю, там про корабли бороздят просторы большого театра, про то, как наш софт самый софтовый софт в мире. И говорит, но при этом я у него замечаю время от времени вот такое выражение лица, очень мимолетное, вот так. То есть такие бровки домиком, которые символизируют на самом деле об искреннем чувстве грусти. То есть когда вы не испытываете чувство грусти настоящего, у вас так вот не получится сделать. Вы можете взять смартфон и поиграться, вы не сможете бровки домиком собрать. Но при этом, когда вы по-настоящему грустите, это происходит с вами само собой, естественным образом. И он говорит, но я же еще даже до цен не добрался, я даже не добрался о графиках внедрения, откуда у него грусти столько на лице. И решается этот вопрос задать. Иду на риск и задаю ему этот вопрос. И что я слушаю в ответ? Говорит, ну вы знаете, вообще-то у меня маму на химиотерапию положили, и мне вообще не до вас. Встретился просто потому, что уже было неудобно отказывать. Мы трижды переносили эту встречу. В ответ Алексей сразу говорит, ну понятно, что про бизнес разговаривать нет смысла категорически вообще. Я поделился каким-то своим примером из жизни, пообщались о том о сём, про бизнес не говорили, но зато, когда они встретились через три недели на новую встречу, понятно, у них был совершенно другой уровень взаимного доверия, взаимного проникновения. Вопросы, которые вы должны задать себе. Замечаете ли вы эмоции других людей? Обращаете ли вы на них внимание, на эмоции других людей? Присваиваете ли вы этому знанию какой-то смысл? То есть анализируете ли, почему вы видите то, что вы видите? Вы не можете знать, с чем связана эмоция грусти на лице человека, потому что процесс проходит у него внутри. Но вы можете задать ему вопрос. И самое главное, что я дальше с этим буду делать? Плохое настроение в коллективе, оно на меня влияет, не влияет? Хочу я с этим, хочу менять по этому поводу что-то или не хочу? Кейс третий про бизнес. Растущая IT-компания, более-менее такая типичная ситуация, что выпускники института, молодые талантливые ребята, коллектив, пять человек, все амбициозные, начали лобать сайты, начали продвигать их, зарабатывают хорошие деньги. Для вчерашнего студента 300 тысяч рублей в месяц, это вообще крутяк. И потом понимают, что хотят двигаться дальше. Нанимают еще 10 человек, и Сергей говорит, слушай, и у нас вообще категорически меняются эмоции. Если раньше звонок клиента для меня вызывал энтузиазм, что вот, я там пообщаюсь с авторитетным человеком, как правило, люди еще там уже состоявшиеся, кто свой бизнес имеет, для кого сайт делается, то сейчас каждый звонок у меня вызывает стресс. Я понимаю, что меня будут чихвости за то, что мы там не выполняем, там не делаем и так далее, и так далее. Кардинально поменялось настроение в коллективе, руки опустились, денег нет, сплошное раздражение. Зачем это нужно? Говорит, я не знаю, мне нужно принимать решение. Что происходит? Какие вопросы бы ему стоило задать себе? Какие привычки, какие свои шаблоны стандартные я продолжаю использовать? Мой бизнес вырос, но я сам хожу на встречи со всеми клиентами? Я сам являюсь и продажником, и руководителем. Так не бывает, так не работает. И тебе нужно принять решение. Или ты остаешься, где тебе было комфортно, либо ты делаешь шаг, но тебе тогда нужно будет делегировать, как про это рассказывал Радислав. Какое поведение я могу и должен поменять, и каким образом я могу это сделать? То есть использовать и эмоциональную, и когнитивную гибкость для того, чтобы позволить себе двигаться, развиваться дальше. Очень нравится мне эта картинка, такая метафоричная, что слова и поведение, которые либо мы говорим, либо которые мы видим в других людях, это самая верхушка айсберга. Под ними лежит огромное количество слоев. Когда человек говорит какую-то фразу, он присваивает ей какое-то значение, которое не обязательно совпадает. Он при этом определенным образом думает и чувствует какие-то вещи, которые вам недоступны. И в основе этих чувств лежат ценности и убеждения. Вот как в примере с опаздывающим человеком, директор просто интерпретировал поведение, то есть поведение интерпретировал как атаку на свои ценности. И просто поменяв немножечко взгляд на вещи, то есть ответив для себя на вопрос, является ли это поведение действительно демонстрацией неуважения к нему лично, он решил для себя проблему. Он планировал этого человека увольнять, потому что он чувствовал вот эту вот несправедливость, и что меня как альфа-самца еще тут оказывается не так уж и ценят, как мне бы этого хотелось. Ну большой директор, понятно, тестостерона много. То, что вы видите, то, что вы слышите, думайте, каким образом это взаимосвязано. В примере с продажами программного обеспечения, то, что мы увидели, эмоция грусти, под ней лежат мысли о том, что сейчас дело не про бизнес, а дело про маму, и ценность — это семья и здоровье родных и близких. Это важнее. Я заканчиваю, и мой основной постулат, еще раз возвращаюсь к началу, что эмоции — это данные, это информация, которая вам помогает лучше в себе разбираться, и лучше разбираться в других и в тех ситуациях, которые вы оказываетесь. И снова упоминая старика Дарвина, он говорил о том, что выживают не самые сильные, не самые умные, а самые быстро адаптирующиеся к изменениям. И я вам этого желаю, анализировать себя, анализировать свое окружение и быстро адаптироваться, потому что современный мир, он такой, он меняется очень быстро, очень стремительно, и за ним как-то нужно поспевать. Единственная наша возможность — это наш мозг, наш самый крутой девайс. Ну, на этом, собственно, и все. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег Калиничев, директор компании Пол Экман Интернешнл. Спасибо за выступление. Итак, друзья, по уже намечающейся доброй традиции мы будем задавать вопросы, которые вы, собственно говоря, пишете в приложении Bittrex.conf нашим гостям на этой сцене. И там появился сейчас вопрос. Олег, как системно развивать эмоциональный интеллект? Если есть такая задача. Не работает у нас? А я передам тогда микрофон. Алло, алло. Да, все, 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 заработало. Спасибо. Эмоциональный интеллект развивать, на самом деле, не буду кривить душу, очень сложно, потому что у нас есть два типа образования, два типа обучения. Это когнитивное обучение, это когда мы берем просто кусочек информации и присовокупляем его к другому кусочку информации. Выучить новый язык, выучить новый язык программирования и так далее, и так далее. Задействована только неокортекс, только наша префронтальная кора, та, что отвечает за рациональное мышление. Очень просто. Эмоции — это гораздо глубже, гораздо глубинней. И они предполагают в первую очередь изменение привычек, потому что наши нейронные связи, они перестраиваются тогда, когда мы начинаем систематически, во-первых, анализировать себя, понимать, насколько поведение, которое я демонстрирую в этой ситуации, оно для меня полезно или не полезно. Я не знаю, презентации будут рассылаться или нет, там в конце есть несколько слайдов еще, которые я не стал озвучивать. Там есть такая короткая шпаргалка, каким образом вы можете помочь себе в развитии эмоционального интеллекта. И формировать какие-то новые привычки, которые вы будете делать изо дня в день, и страх потихоньку будет проходить. У меня поменялось принципиальное состояние, когда я выходил на сцену, к состоянию, которое сейчас. Если вначале я очень сильно нервничал, и мой организм мне как бы помогал в этом, то сейчас я в процессе этого диалога, в процессе вашего внимательного слушания я успокоился. И для меня это новое 5 копеечек в копилку моей уверенности в себе и моей уверенности в том, что я могу выступать на большую публику. Это как один из инструментов прокачки себя в эмоциональном интеллекте. А категорий в эмоциональном интеллекте очень много. Это и уверенность в себе, и оптимизм, и умение замечать эмоции других людей. Много-много-много всего. Отлично. Спасибо, Олег. И от меня еще вопрос. Точнее, какая есть разница? Вот вы здесь говорили про качества, которые к 2020 году будут максимально оценивать работодатели. На ваш взгляд, какие из этих качеств, из этого перечня, важны для владельца бизнеса, для топ-менеджера и для менеджера среднего звена? В порядке приоритета. Да, мне бы очень хотелось этот вопрос переадресовать в аудиторию, потому что предыдущий доклад, мне кажется, прекрасно это объясняет. Грани размываются. Каждый, кто берет на себя роль руководителя, он имеет право это сделать. Вот я хочу реализовать такой-то проект, и каждый исполнитель, по сути, становится руководителем в какой-то области. И чем дальше мы будем двигаться в сторону бирюзовых организаций Agile, тем больше эта грань будет размываться. Поэтому мой ответ – все. И для тех, и для других. Спасибо. Итак, давайте проводим нашего эксперта Олега Калиничев, директор компании Paul Ekman International.